это объяснение есть позиции эзотерики объяснить могу за две секунды наша душа она связана со свободой нас сюда запхнули в это физическое тело душа свободы хочет она хочет свободы и она ищет любовь почему ее оторвали от своего отца бога и она хочет обратно к отцу которого она любит и душа которая хочет свободы она вынуждена искать любовь в чем-нибудь что вокруг находится и человек ищет любовь божественную в том что рядом жена в том что рядом дети в том что природа есть том что птички том что деньги получается заработать у некоторых божественная любовь извращенная может быть и они ищут в этом божественное свое начало божественную любовь душа ищет и но хочет свободу и после этого смотрите как я ищу божественную любовь своей маме но мама меня раздражает и я не хочу я ее люблю, но не хочу с ней жить. Почему? Душа хочет свободы и любви одновременно. Из-за этого основная драма человеческой жизни, так как наша душа, она хочет любви, но найдя любовь, она хочет одновременно и свободы. А так не бывает. Получается, либо свобода, либо любовь. Почему? Невозможно самого себя любить. Потому что гораздо приятнее любить кого-то. Почему? Потому что когда ты любишь, то это стимулирует тебя заботиться, что-то делать для этого человека. Думать о ком-то. Знаете, человеку самому по себе вообще ничего не нужно. И человек не может реализовать любовь к себе. Люди говорят, люби себя. Невозможно. Почему невозможно? Но я люблю себя. Это коротко. Любить себя это слишком коротко. Почему слишком коротко? Ну мы не можем любить себя и думать о себе долго. Но мы можем долго думать о ребенке своем, которого мы любим. Человек встает, там мамочка встает, ей говорят там на каком-нибудь семинаре. Люби себя это самое важное. Она встает так, люби себя, расчесалась, умылась, там примарафетилась и пошла. Все, покушала быстренько. Я вообще худею, голодаю, поприседала, все, красивая. И потом она начинает думать, так мой сыночек, надо ему это купить, надо бедненький. Вот вообще у него там что-то не получается, с этой Леной живет. Какого фига? Эта Лена его не кормит. Ага, похудел. Так, нужно ему позвонить. Что там, сыночек? Как дела, мой зайчик? Вообще, Лена тебя не обижает, не обижает. Ой, я так тебя люблю, а я тебя, мама, люблю. Да я тебя так люблю, что я могу для тебя сделать? Ну ничего, ну я так тебя люблю вообще, вся вот прямо думая о тебе бесконечно. Тогда, если сравнить женщину, которую научили любить себя, она может любить себя так долго, как своего сына или своих детей? Ответ такой нет. Почему? Ну не бывает так. Поэтому нам обязательно нужна жертва, которую мы должны залюбить до беспамятства. А еще больше, чем больше у вас любовь, тем больше должно быть детей, как у меня. Почему? Потому что это счастье. Почему? Это реализация любви. Вот такой вот этот мир, понимаете. Наша душа создана для того, чтобы быть свободной и ищет свободу. Из-за этого человек должен выбрать для себя. Либо он не свободен, либо... Ну а если ты не свободен, то тогда у тебя больше шансов реализовать любовь. А человек говорит, я не могу выйти замуж, потому что ты стремишься к свободе. Какой свободе? Я могу, я пропеллер, я носорог, я там трактор, я там во всем, у меня там все. Я ордена Ленина, у меня там бизнесы, я такая, я такая. Ну ты свободная, зачем тебе что-то? Если ты свободная, то тогда зачем тебе вообще что-то и кто-то? Наоборот, надо стремиться к несвободе. Почему? Стремление к несвободе дает возможность любить. А любить это значит заботиться, а любить это значит думать о человеке. Вот я уезжаю, вот дети уехали в Черногорию, я не выездной был из страны. И находились в Черногории какое-то время, там три месяца. Это было невыносимо. Почему? Некуда девать свою любовь. Я уже жену эту бедную зацеловал. Я говорю, это как там дел, да хорошо, да, а давай там... И вот такое состояние. Почему? Ну привыкли что-то делать для кого-то. Для чего человек работает? Для того, чтобы позаботиться о тех, кого он обожает, тех, кого он любит.